Дональд Биссетт Мыши на Луне Однажды поздно вечером, когда я почти уже спала, я вдруг услышала, что кто-то скребется в окно и зовет меня. Я подошла к окну, распахнула его и увидела моего знакомого с Луны по имени Джордж. — Дорогой друг, — сказал он, — мне нужна твоя помощь. — Всегда рада помочь, — сказала я. — Но сначала сядь, отдохни. Хочешь чаю? — Пошла я сразу в кухню, — сказала кошке, — брысь! Но тут же извинилась. Прости меня, кис-кис! Я друга угощаю, он очень хочет чаю, а ты лежишь тут на ходу. Сию минуту я уйду, — мяукнула она. Вот уж не думала-то я, что нам чаевничать пора. Ура! 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 Я поставила одну чашку для кошки, другую для Джорджа и третью для себя. — Ну а теперь рассказывай, в чем дело, — сказала я. Мыши, — ответил он, — на Луне столько мышей, что никто не хочет там жить, и я не могу жениться. Женщины больше всего на свете боятся мышей. Посоветуй, ну как мне быть? А кроме того, мыши едят Луну, и она становится все тоньше и тоньше. Уже останется скоро один тонкий месяц. Снова они его доедят, и опять мне придется делать Луну. Что такое Луна? Вы знаете, дети, а? А Луна — это свежего сыра головка, да-да. И голодные мыши на вкусной планете расправляются с нею проворно и ловко. «Да, плохо дело», — сказала я. «Чем же я могу тебе помочь?» Тут мы с моей кошкой переглянулись. «Мяу-мяу», — сказала она. «Прекрасно», — сказала я. «Прекрасно-прекрасно». Кошка отправилась с Джорджем на Луну и распугала там всех мышей. Нет, теперь она уже вернулась и спит, как всегда, у меня на кухне. А Джордж наконец-то женился. Жену его зовут Мэри, и он очень счастлив. Единственная беда — Мэри слишком любит сыр. Пошла я сразу в кухню, сказала кошке «Брысь!» Но тут же извинилась «Прости меня, пески!» «Брысь!» «Брысь!»